Арт-стайл тоже саппорта себе сейчас получит. Пока что Invictus Gaming 5-й бан еще не делали, но сейчас, скорее всего, будут избавляться от саппорта. От кого избавляться команде Na'Vi? Тоже, в принципе, вопрос. Ну, от оффлейнера. Скорее всего, Баунти Хантер это саппорт, Дизраптор это саппорт, Гирокоптер это мейнкерри, и Шторм Спирит это мидлейн. Ну и избавились на Тус Винсер от Дарк Сира. Точно так же и команда Invictus Gaming сейчас составит арт-стайла, по идее, без предположительного, предполагаемого героя. Дазл отлетает в Ван, тоже очень популярный герой. Кстати, нет Виверны в Ване. Что такое? Как это называется? Нет Виверны будет в пик, может, Виверна? Нет, нет Виверны в пик. Кристалл Мейден от команды Na'Vi. Быстро, причем, там, конечно, и времени мало оставалось на то, чтобы подумать о команде Na'Vi. Но Invictus Gaming избавились от Дазла, ЦМК для Na'Vi и последний пик от IG. Флейнер, кто бы это мог быть? В принципе, более минуты есть у Чуани на то, чтобы подумать, кто там будет залетать в пик. Ну и на данный момент, в принципе, в принципе, в принципе, Магнус, я думаю, мог бы зайти по данному пику под Герокоптера. Очень даже смело. Стяжка нужна. Стяжка под Дезераптера нужна, под Кулдаун нужна. Брутмазер от Invictus Gaming. Дотошная подруга. И вот сейчас, конечно, наверное, пожалели Na'Vi, что не взяли себе на сложную, например, Дарксира против Бруды. Это самое оно. В итоге Фанник забирает себе Кентаврова Раннера. Нагасари, но Цанейк Артстайл будет играть на ЦМ. Бладсикер это Хвост. И Дэнди. Это Queen of Pain. Ну и со стороны команды IG. Кси будет в сложную идти на Брутмазер. Шторм Спирит у нас. Это Феррари. Стоять, кстати, Квапер против Шторма. Ну, равные на самом деле достаточно соперники. Поначалу Шторма будет не очень. С другой стороны и Квапу тоже настрелять Шторм может. Это тоже не проблематично для него. Ну и Чуань забирает себе Баунти Хантера. Фейс будет играть на Дизрапторе и Гирокоптер фармить от команды Инвиктус Гейминг. Но по идее комбак, конечно, у Инвиктус Гейминг тоже очень даже серьезный. Вот вся эта работа в каком-то коротком файте. Файте где-то ухтоксист Гирокоптер. Файт где-то на каком-то коротком маленьком участке. Например, на Рош Пите. И под кулдауном и под статик-штормом от Дизраптора. Это прямо-таки смерть для команды Нави. Интересно, как покажут себя Нави в последнем матче для себя в групповом этапе. Интересно, будет ли ранняя агрессия достаточно привычная у данного коллектива. Или все-таки Нави будут играть пассивно и отдадут эту игру Гирокоптеру. Такое тоже, в принципе, может быть. И это более чем очевидно. Гирокоптер, по идее, в ИТе должен быть поопаснее, чем любой герой состава Нави. Это если нормально все будет по фарму. Ну, по идее, должно быть нормально по фарму. Во-первых, потому что IG. Коллектив, который умеет фармить. Коллектив, который в своей жизни уже добился невероятных высот. И, во-вторых, против современных Нави фармить тоже можно. Чуань в инвизиар. Ставил уже у нас с энтривардами. Чуаня здесь вряд ли он увидит. Ставил сразу с энтриками. Пока еще не ставили. Ждут, ждут, ждут. Есть, наверное, подозрение, да, что-то кто-то может подойти. И забрать баунти-руну из-под носа. Но баунти-хантер был в другом месте. Дэнди забирает себе квапу на мид-лейн. И против Феррари стоять на шторм спирите. Феррари и Дэнди противостояние, ну, прямо-таки, скажем, классическое. Фрейс пока что подошел на мид-лейн. Просто дать с андерстрайк, как я понимаю, и уйти. Да, с андерстрайк по голове Дэнди. Пошел там навал. Чуань тоже на мид-лейн. Все на мид. Все бьем Дэнди всей толпой. Квапу надо гнобить со старта. Иначе, если ее не гнобить, она к середине игры просто издевается. И Дэнди на аквапе играет просто великолепно. Вот был момент, когда разваливались нави игру за игрой. А потом, не помню, в матче уже против кого вообще и правда смешались все команды в голове. Но помню момент, когда Дэнди на аквапе шел со счетом 15-0. И закончил или 17-0, или 16-0. То есть просто унизил соперника за счет Квинов Пэйн. Это не частый случай, когда достается квапа Дэнди. Так что пренебрегать тут этим нави точно не будут. Ну и в принципе Дэнди здесь по фарму немножко отстает от Феррари. Как немножко. Вообще и полностью отстает от Феррари. И крипы подошли еще и по Тауэру. И у Дэнди есть проблемы. Тут Скрим Оф Пэйн нужен был бы. Но нет Скрим Оф Пэйна у Дэнди. У него был блинк и у него был Шадоу Страйк. И только сейчас после этого крипа появится Скрим Оф Пэйн. Ну и Феррари дотошный в плане фарма. Наказывает пока что Дэнди. У Дэнди Шадоу Страйк второго левела. Скрим Оф Пэйн даже и не качал. Даже не качал Данил. И Чуань уже нарезает Артстайла. Из Инвиза последний был удар. И Артстайла можно было бы приговорить. Но Чуань по Тауэр не полез. У Квопа от Дэнди 4-2 и 8 на 3 Феррари. Но на ранних стадиях Дэнди должен был больше агрессии проявить. С другой стороны тут два героя рядом с Миндером Айджи стояло. Куда там, какую агрессию проявлять. Дэнди Шадоу Страйк запулил у нас Феррари. Чуань на хосте. Дэнди просто уходит отсюда. Тут Оверлод в принципе спугнул у нас Дэнди. Он о Чуане представления не имел. Потому что Вижен здесь команда Айджи. Сейчас Чуань начнет нарезать Дэнди. Пошли удары. Шадоу Страйк в Чуане. Иди отсюда. Еще один удар в Чуане. Ну и тут половину хп Чуаню сольют. И пошел. Недоволен. Не так я себе это видел. А что еще можно хотеть от Квопы в принципе? Шадоу Страйк очень дамажащая штука. Она прям доставучая до ужаса. Ну и Дэнди лоу хпшный. Боттл уже по идее должен ему лететь в Курьере. Где он? А нет. Какой Боттл? 7 крипов. Какой нафиг Боттл? Дэнди снул талисманом. У него есть Мэджик Вон. Все. Про Боттл надо забыть. На ближайшее время там Арт Стайл гниет под собственным Тауэром. От Кси. Ну и как расстановка по Лайном команды Нави организована. Тут конечно у меня очень много вопросов. Стоять Соло против Бруды. Ничего по идее не иметь возможности Бруде это сделать. Ну новая кристалка могла бы немножко. Но у Арт Стайла нет никакой нового. Он через колбу идет. Ну и в Соло конечно хвост не справится с Брудой. Хвоста 21 на 3. Укси 13 на 1. Это так до поры до времени. Фейс в это время забирает у нас Санейка на топлайне. И это начало неприятностей команды Нави. 180 голды, 180 экспириенса. Нави потеряли своего саппорта. И полетели тараканы уже за Арт Стайлом. Будут ловить Арт Стайла. И все, Арт Стайл по-моему здесь просто от тараканов огребет. Правда, как же больно Арт Стайлу от обычных вонючих тараканов. Брудмазер не подходила. Вот она. Вот она. Она не подходила. Вот она. Кси моей мечты. Она стояла вдалеке и смотрела как обученные миньоны идут и просто сносят СМ. И как наверное печально, да, Арт Стайлу? От всего этого происходящего. Арт Стайла, кстати, будет по фарму, мне кажется, беда. В этой игре, как и была беда в предыдущих шести играх, Арт Стайла, наверное, занимает последнюю позицию по фарму. И у него нетворс ниже, даже если бы он стоял бы просто под тавером. Да, я понимаю прекрасно. Это саппорт. Он тратится на ворды и еще на что-то. Ну, Арт Стайла очень часто абсолютно необдуманные сливы идут. И это проблема для команды Нави. Кси продолжает фарм. У него 21 на 1 уже. Он на третьем месте по нетворсу. Проигрывает хвосту тут копейки. Просто 2 200 у хвоста. И уже начинает пилить тавер. Все, начинает теперь бить хвоста. Ульта пошла от Кси. Ловит хвоста. И через веб, конечно же, хвоста здесь по идее сгрызут. Ну и хвост лоу хпшный. И вот доедают тараканы. Приходят сюда с анейкой. Приходят сюда паник просто разбирать тараканов. Это у них, конечно, получилось. Но Кси забирает, в принципе, в соло мейн керри команды Нави. Кси получил 6 левел. Моментальная реализация. Тут IG опомнились немножко. Гирокоптер в это время забирает еще и Арт Стайла на... Нафиг оно надо было. Давайте посмотрим, как это было. Получше, чтобы это было видно. Арт Стайл. Вышел на Бернинга. У Бернинга есть тапок у Арт Стайла. Никакого тапка нет. У Арт Стайла только даст с собой. Пожалуйста. Счет становится 0-4 в пользу команды IG. Кси на линии фармит. 26 на 1 по Крепстату. У него и на первом месте он по Нэдворцу. На втором месте Феррари. На третьем месте Бернинг. Никнеймов команды Нави, я думаю, вы пока не слышали. Потому что мы обсуждали первые три места. А вот дальше уже четвертое место Дэнди. 2 200 у него, 2 200 у Хвоста и 2 200 у Фаника. Я не знаю на самом деле, если не Дэнди, то кто? Будут в составе команды Нави сейчас игру вытаскивать. А ее уже приходится вытаскивать. 6 минут сыграно. И 2000 по Галде IG впереди. По Экспириенсу... По Экспириенсу не так много, конечно. Ну, Артстайл пошел стакать крипов. Нет, он пришел просто фармить. Ну, жирных ребят, в принципе, оставил здесь и бей. Да, хоть хотя бы таким вариантом есть шанс у Артстайла выйти в более-менее артефакты и левел. Пока что Артстайла, я думаю, вы понимаете, вообще не гладко ничего. Ну и Фростбай первого левела для ЦМ, второго левела уже здесь Арканаура. Хотя бы Тиме помогать вот так вот косвенно. Кто вообще бы подумал, что в таком контексте придется когда-нибудь обсуждать Артстайла. Много, слишком много неоправданных надежд просто. Фаник с Транквилбутцами. И Ринку Фриген у него есть. Наверное, вот сюда, я думаю. Или, может быть... Может быть, вот сюда. 830 голды. Есть хвост. Просветил Кси. Стампит от Фаника. Кси уходит в паутину. Кси просто прячется в деревья. А здесь Бёрнинг уже пришел. Сандер Страйк на хвоста. И хвоста из Кинетик Филда здесь Бёрнинг не выпустит. Крапче полетел на Набёрнинга. Хвост лохэпэсный. У Бёрнинга есть кулдаун. Пока не юзал его. Чекает, где находится хвост. Ну и все. И хвост просто выходит на Бёрнинга. Под ракетками. Минус. Триот команда Айджи. В разных частях карты. Нет Бладсикера. Нет Наги Сайрен. Нет. Кентавра. Счет 0-7. Ну это уже неприятность. На восьмой минуте идти со счетом 0-7. Тавр начинает цепаться по нижнему лайну. Айджи давят. По голде они выигрывают 3. По экспириенсу они выигрывают 800. Ну и Бладсикер от хвоста приобретает в себе уже ПТМ. Как там вообще дела по шмоткам? У Нави по идее должны хоть что-то насобирать. Все-таки тройка фармит. Тут конечно в печали абсолютно артстайлы Санэйка. Ну хотя бы хвост Фаник и Дэнди фармят. У хвоста есть ПТ. Есть Пурман Шилд. У Фаника 670 на руках после Транквил Бутсона. У Квапы от Дэнди есть. Ну у Талисман Бутсов Спид. Бутсов Хейст. Сейчас будет в принципе готово ПТМ. Ну и Боттл тоже имеется. Маленькие небольшие артефакты конечно. Но хотя бы какие-то. Хотя бы что-нибудь чтобы выживаемость свою укрепить. У Бёрнинга Аквила есть и Пауэр Трэдс. Бёрнинг на третьем месте. Недалеко от Дэнди ушел. Кстати. Феррари на втором позиции. У него 400. У него уже есть. Тысяча на руках. В принципе закуп такой же как у Дэнди. Только тысяча сверху. И Кси. 700 на руках. Ну и у Кси есть целый ринг. Есть базилка ПТ. И в курьере Кси летит медальонов кураж. Или не летит. Нет не летит еще. Не целый медальонов кураж. А рецепт на него. Ну тоже. Тоже деньги. Знаете ли. Ну и команда IG скорее всего забирает Т1 по центральной линии. А что с Нави происходит? Они не очень понимают куда идти. Где фармить? Кто должен выфармливать? Что делать? Дэнди в соло стоит перед по чуть-чуть тавер. Дэнди перекрывают кислород. Хвост подходит вместе с Дэнди. На линию. Прыгают на Бёрнинг. Горабче по нему. Соник поэйп от Дэнди. Кулдаун по двоим. Дэнди лоу хп. Дэнди в таверну. Хвост через Сандер Страйк. Тоже в таверну. Убили Бёрнинга. Потеряли двух кор-героев. Но по идее в плюсе должны быть игроки команды Нави. А нет. Ничего подобного. 860 для IG. И 250 всего лишь для команды Нави. В это время спушили Т1 по центральной линии игроки команды IG. Даже чат страшно открывать. Смотреть что у нас там происходит. И в принципе-то я наверное каждый из комментариев понимаю. Так, стампид провязали. Будут выходить на Фейса. Фейса возвращает назад у нас Дэнди. Ну и здесь просто застрял Артстайл у нас в статик-шторме. И Фейс на развороте. Убивает Артстайла. Пришли гангать. Это просто гайд по эпичным гангам. Ух, эта музыка про... Я не знаю. Из сердца моего идёт. Непонятно как это всё это называется. Бёрнинг. Продолжает фарм. В лесу стаки для Бёрнинга. У него всё хорошо. А здесь пока стаки делать некому. Потому что Артстайл... Не очень выглядит. У него дела идут вообще не алё. На карте 0-4 счёт. У ЦМки по крипам. У 0-3 точнее. У ЦМки 11 крипов. Левел 4. Вариантов каких-то для развития не вижу. Разве что Фризенфилд в пятерых дать и убить пятерых. Пока что Кристал Мейден полнейший якорь за 12 минут ГПМ 700. Ещё и максимально здесь обрезают фарм Артстайлу. Вардит Девардит пытается хотя бы что-то сделать. Хоть что-то понять. И можно понять, конечно, чувства игроков команды Na'Vi. Ясен Пинч, что здесь ничего не решает. Но это успокоительное для команды Na'Vi. Сказать, что ничего здесь уже, в принципе, этот матч не решает. Хвоста ловят здесь под треком. Хвоста разбирают. Рапша на Чуани, но Чуань, в принципе, выживает. Ну и хвоста здесь нет. Вижен, правда, есть и без хвоста. Чуаня заберут. Дальше Феррари за Дэнди. Дэнди, Соник Вейв, Феррари. Ну и Кси просто сжирает вместе с Феррари Дэнди. Дальше за Артстайлом. Глимсует назад Артстайла. В Кинетик Хилге его закрывают. Артстайл в таверну. Трипл хилл от Феррари. 13-2 становится счет. Кси уже здесь. Медальону в Кураж у него есть. Есть ПТ. Есть Рингов Базилус. Сол Ринг всего предостаточно. 1600 на руках у Кси. Я думаю, что по такой игре, в принципе, собрать какой-то оркит. И тогда тот же Блотсекер будет сыпаться. Да и Квапу можно закрыть. Будет очень даже просто. Либо Шторм Спирит будет собирать оркита. А у Кси мы можем увидеть и догон по данному матчу. 4.5 по экспириенсу IG и по экспириенсу... По Галди IG 7600. Ну и пошла погоня за Фаником. Фаника развалили. Стампид. Бесполезность ушел. Ну и Навик, к сожалению. Не могут нащупать, чем вообще, где, за что зацепиться. Как закомбетчить эту игру. Катка просто выходит провальная. И это IG, которые, говорят, все не в форме. Что тогда сказать про украинский коллектив, если IG не в форме и такое творят. Да, тут со старта пошло теперь, конечно, снежным комом. Они накатываются и дальше будет хуже, естественно, в этом матче. Но до этого же надо было довести. До этого надо было самостоятельно дойти до такого состояния. Команду IG, в общем-то, нулевую и умирающую. Надо было расформить и позволить так себя наказывать. Тут Нави, наверное, на дизморале плотнейший. Я думаю, это, в принципе, понятно всем и каждому. Ну, ладно, все равно игра есть игра. Играют же Нави. ГГ еще не пишут. Еще стараются. И, может, какие-то варианты для эскейпа найдутся в процессе. Вдруг IG натупят плотнейшим образом или... У Чуаня компьютер сломается и Валвы скажет категорично нет чинить компьютер Чуаню. Хотя тут, конечно, кси по-хорошему. Надо выключать вместе с Фейтом и Бернингом, а не Чуаня никакого. Чуань выключен у нас с начала Интернешнл, на пятого. Дизраптора. Нетворс выше, чем у Санэйка и Артстайла. Практически такой же, как у них у двоих. Ну и Чуань тоже хорошо себя чувствует по Нетворсу. Теперь уже появились треки для команды IG. Если дальше файты будут, а убивать IG, по идее, должны больше, чем это будут делать Нави, то деньги, конечно, для IG польются с большим рвением. По золоту. 8000 команда Инвиктус Гейминг. По экспириенсу 5500 тоже в пользу Инвиктус Гейминг. Подходит Дэнди к тавру на мидлейн. У Дэнди есть Огр Клаб. Скорее всего, Блэйкинг Бар будет для Дэнди. Да, Митрилхаммер уже приобретает. Данил где-то хвост проседает по ХП. Это все на Эншентах. Пожалуйста, хвост, не умри на Эншентах. У хвоста 1600 на руках. Будет покупка, скорее всего, Мейлстрома. Нет, Мидас приобретает хвост. Через деньги решили заэскейпить. Задонатить самих себя. Ну, пока что графики остановились. Даже тут где-то в сторону Нави поползли. Удивительно, но факт. Ну и где сама команда IG? Куда вы делись? Бернинг немножко подстопил свой фарм. Феррари тоже у нас гуляет. Видимо, хотят помочь команде Нави. Это скучновато им стало. Бладстоун появляется уже у Феррари. У Дэнди пока до БКБ еще 1000 золота. Дэнди еще держится бодрячком. У него 6100. Общий нетворск. Си 7400. Феррари 7600. Бернинг 5200. И дальше хвост 750. Не считая абсолютно провальных по фарму саппортов. В принципе, Нави не так глубоко. Нырнули на дно. Тут можно еще и закомбечить. Если, опять же, удачно подраться. Это все зависит от Наги. Это во многом зависит от Кристал Мейден. Нет Фризинг Филда до сих пор у Арт Стайла. Просто в лес даже пойти сейчас опасно. Потому что придет с четвертым Сюрикеном Чуань. И разорвет на куски у нас ЦМ. И Чуань в инвизи. Чуань ищет Арт Стайла. Он знает его в лицо. Он знает, на ком он играет. И где он сейчас находится, он тоже в курсе. Фанник там проседает по Хеллз Пойнтам. У Фанника уже есть даггер. 17 минута у него есть даггер. У него есть Транквил Буци. У него есть Тринго Фриген. В принципе, какой-то, какой-никакой фарм. Но команда Нави получает. Здесь гляньте на эту толпень. Чуань, Кси. Видят Чуаня. Чуаня ловят. Можно его и развалить. Ладрайт ему под ноги. И убивают Чуаня. Сколько, интересно, за этот фраг получила команда Нави. Вроде какой-то никчемный саппорт. Баунти Хантер. И пускай и от Чуаня. 690 голды и 830 экспириенса. При счете 3.14 это, в общем-то, достаточно понятно. Ждут ли ловить Феррари? Рапша повесили на него. Но Феррари здесь просто через Булл Лайтнинг. Отлетает подальше и стоит. Смотрит на всех. Феррари не надо ничего выдумывать. Шторм Спирит против БСа. Это просто элементарная, мне кажется, тема. И вот теперь будет Шторм Спирит на БСа. Врываться. Дэнди под Вардом бегает. Блинсовать Дэнди? Нет. Дэнди Ван Визит. Дэнди уходит подальше. Развалили хвоста. Анстапа был для Шторм Спирита. Ну и начинает пополняться уже зарядами Бладстоуну. Айджи. Ой, ё-моё. А почему стоило выходить за Т2 команде Нави? Мне, честно говоря, непонятно. Я понимаю, что вариантов что-то сделать не в фармя тоже нет у Нави. Но если у Дэнди есть эскейп, то какие эскейпы есть у хвоста? Хвост пошел и просто так отдался. Он идет со счетом 1-5. И это что-то не то совершенно. Совершенно. Мне не нравится флеймить против команды Нави, но ребята, нас обманули. Санейка попадает у нас в Вортекс. Начал петь Санейка, чтобы спасти себя. Сюда уже летит Дэнди. А где находится Бладсикер? Не успевает сюда. Скорее всего, Феррари будет ловить. Феррари улетает из Бладрайта. Феррари на хайграунд. Она разваливает Санейка. Берется против Артстайла. Артстайл ухпшный. Феррари у нас в колду. Дальше за Артстайлом. Феррари убивает Артстайла. И, по идее, Феррари может спокойненько пешком отсюда уходить. У него есть аэго. Его не убивают. И убить его не получится. В это время не было хвоста. И этот слег хвоста, по большому счету, во многом стал решающим. Потому что Феррари сразу, собственно, у него по таймингу Кладрайта. Себя под ногами. Кладрайт не получился. Хвост так лимсует. Хвост забирает у нас Дизраптора. 575 голды за него получили. И забрали Чуаня в очередной раз. Как там дела у Чуаня? Кто забрал? Дэнди забрал Чуаня. Дэнди, по-моему, не погиб. Кстати, Дэнди-то не умер. 5-18 становится счет. По голде Нави тут немножко могли бы отыграть, если бы не потерянные два героя и Тауэр. Сейчас продолжает фармить. У него есть Митвилл Хаммер уже после Хенд оф Мидас. 11-й левел тоже имеется. 20-я минута. По голде Нави 12. По экспириенсу 7500. Сейчас бы Мидасик на 16-й при 2-14. Да, вкусненько было бы. 2-5-2 идет у нас Бладсикер. Понятно, что провальный вариант. Фаник вроде все хорошо. Вроде тащит. 117 крипт стат. На фоне остальных ребят из Нави просто умница. Ну и счет все равно у него 0-3. Форстаф, даггер. Все это есть и эскейпы есть, и врывы, и варианта, чтобы уйти, а не получается у Фаника. 0-3-1. Нави сами, в принципе, не убивают толком. Поэтому где тут набрать этих ассистов или киллов? Но сам факт. Квапа еще более-менее здесь держится. Уфтендит 3-2-2. КДА. Ну и в целом команда Нави 5-18 проигрывает тут. Тут ситуация не алло. 12 тысяч золота, 8 тысяч экспириенс. Это хорошо еще, что IG относительно на месте стоят. Я не вижу, чтобы Кси здесь спушивал вплоть до ХГ линии. Очень странно, почему он этого не делает. БКБ у Кси есть. У Кси есть медальон, есть медас, есть солринг. Ребята, игру, которую можно было выиграть за 20 минут, решили доверного довести. Но тут как бы верного слива не было. Санэйка как соберет Родианс? Как начнет напихивать детям бруды? Вырежете это из основного эфира. Дэнди подпушивает по Т2. Просто сорви голова, Дэнди. БКБ у него уже 9-секундный. Фаник ждет, если вдруг кто придет. Хвост тоже здесь. Агрессивные Нави. Со счетом 5-18 против команды IG. IG в это время по нижнему лайну. Что, неужели Нави Т2 разменяют на Т2? Ну, пожалуй, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Тауэр падает. Здесь тоже, в принципе, Тауэр падает. Но... Для Нави эти деньги побольше будут значить, чем для команды IG. Дэнди дальше пушит. Ну, а если не идут, почему бы и не подпушить? Перетягивает сюда уже... Эээ... Феррари. Феррари не будет врываться на Дэнди, скорее всего. У Дэнди есть, в принципе, вариант для эскейпа. Это БКБ и Светок Портала. Но здесь есть Фаник. Ворвется Феррари. Феррари может и умереть. Оркет у Шторм Спирита. Ну, для БКБ это все фиолетово. Феррари может и умереть. Ну, и появляется уже Point Booster для Queen of Pain. Тут Аганимом запахло от Дэнди. 1400 на руках. Осталось 1600 всего лишь Дэнди и будет Аганим. Если будет, конечно. Врывается Феррари на Дэнди. Дэнди под Сайвенсом. Дэнди в Вортексе. Дэнди в БКБ. И у Зайта уже у него полнейшая печаль. И Дэнди просто здесь становится на колени и умирает. У него вариантов. Никаких фост БКБ и Аут. Форд Став от Фаника. Но Феррари никуда Фаника не отпустит. Фаника. А нет, Фаник уезжает у нас. А где Вортекс? Где Феррари Вортекс потратил? Нигде, в принципе, Электрик Вортекс. Ну, может, тогда был еще в КД. Ясен пень, что Феррари просто так натупить бы не смог, чтобы Вортекс не провязать. В итоге этого файта Нави потеряли Квапу, что есть нехорошо. Дэнди 400 голды просто подарил в никуда. Ну и 10 по экспе, 12 по золоту. Еще держится. Нави то же самое было 5 минут назад. Пока что IG не давят. У Бернинга БКБ, у Бернинга Рингов Аквилла. Он на третьем месте по Нетворцу. Второе место КСи. Солар Крест есть уже, кстати, у КСи. Теперь и у ворота, и всякая печаль, конечно. Но Суник Вейв не сильно Солар Крест спасает. Я слышал. Шторм Спирит Санейко здесь находит. Санейко разваливается. Гадлайк уже у Феррари. Он дорого будет стоить, если его убить. Но как его убить, пока что непонятно. Затыкать его нечем. Только Бладрайт дать Бладсекеру, но это не та история. Даже Квапу ловить благодаря Сну Наги и Бладрайту легче, чем Шторма. Шторм моментально переходит в Боллайтнинг, и поэтому не действует на него никакой сайленс. Сейчас посмотрим, как с Хвостом будто разговаривает Феррари. Хвост просто делает ТП-аут. БКБ, ТП-аут. И драться он не собирался. Абсолютно верное решение. Дэнди дальше пушит по топу. У Дэнди тысяча голды на руках. Фаник рядом с Дэнди. Кто знает, что вообще здесь ждет Дэнди. Дэнди по-хорошему бы заиметь какой-нибудь гем. Но его покупать вообще не вариант сейчас никому из игроков команды Нави, потому что гем выпадет сразу, сколько команда IG об этом узнает. Роху забирают IG. Феррари получает еще и Аэгу. Ну и Гадлайк Стрик от Феррари сложно будет забрать. Если убить один раз Феррари, это еще нормально. Но убить Феррари два раза подряд не получится, потому что просто нечем его контролить. Но это в общей пачке героев. Если, конечно, одного в пятером найти, и он без маны будет, и отвернется в момент, когда будут его бить, то, конечно, есть вариант. IG 15 по золоту и 12 по экспириенсу. Чуань видит хвоста. Хвост какой наглющий, а, во вражеском лесу здесь. Рецепт на Сэнж приобретает себе хвост. Пошел забирать чужих крипов. И до чего это хвоста довело? Ну, на какую хрень вообще здесь можно было надеяться? Извините, конечно. Просто прийти сюда на вражеский спот, он думал, что можно зайти на тупом. Можно было зайти на тупом в 2012 году, когда никто не знал, чего ждать от Нави. Теперь все знают, чего ждать от Нави. И самое печальное, конечно, что от Нави сейчас ждут слива. И IG в этом вопросе абсолютно правы. Хвост просто пошел и отдался во вражеский лес. Это такой вот должен был быть опромет... Как сказать? Непредсказуемый абсолютно мув. Ну, как ты сделаешь этот непредсказуемый мув? У IG преимущество 17 тысяч золота, 15 тысяч экспириенсов. Один хрен на варды денег у них точно достаточно. Здесь есть варды, здесь есть вижн, здесь знают, кто куда ходит. Здесь же саппорты, но не в огороде вообще растут. Это Чуань миллион лет уже играет в доту. Он в доту начинал играть. Я не знаю еще до того, как айсфрок ее придумал. Он и есть, айсфрок, по секрету вам скажу. И поверить, что он там не завардил что-то. Или Фейс, например, не завардил где-то что-то. Ладно. Замес у нас под хайграундом команды Нави. Феррари под Сайвенсом. Феррари отсюда уходит спокойненько. Глимсует назад у нас Фаник. А Фаник в Кенетик Филде. Кси под БКБ и под ультой начинает разваливать команду Нави. Минус Фаник, минус Санейка. Лоу-хэпешный отстайл. Отстайл в таверну. Бладсекер у нас убегает. Вот Фонтан похилится. Вот все еще здесь. Ждет, когда Феррари в него влетит. Бладрайт по двоим. Феррари отходит чуть-чуть подальше. Ну и пока что линия стоит. Троих потеряли игроки команды Нави. Но Лайн стоит. Крепы как-то далековато. Нет, уже все. Крепы здесь. Ну и Кси начинает пилить линию. По идее дефать. Вообще непонятно чем Соник Вейф и Квапы есть. А Тенди стоит под треком и просто ждет. Запела Наг. Нага прилетает у нас. Ловит Феррари. Бладрайт от хвоста. Будут ловить никого. Бладрайт просто ни в кого. Три героя стояло. Ни в кого хвост не попал. Ну и пошел замес Феррари. Феррари здесь просто летает. Эскейпает. Бьет. Издевается. Унижает. Минус три от команды IG. По-моему это GG от IG. Так и есть. ГГ. Причем мне нравится. Все время хвост пишет ГГ. То есть. Как-то вот. Это знаете ли. Даже немножко печаль вот это отдает. Да уж. Самое странное. Что. Ну это так вот. Это уже личные наблюдения. Сейчас посмотрим стату. Бладсекер 2.7. Кристал Мейден 0.8. Нага Сайрон 0.6. Кентавр 0.4. И. Квин оф Пейн. Но Дэнди 3.3. Дэнди имел эскейп. Это в принципе его и спасало. У остальных героев такого эскейпа не было. Но разве что Фанник попозже. Но. Это уже было в то время, когда IG просто не жалели своих оппонентов. Здесь вот 13.0 Storm Spirit. Квапа отстояла неподобающе.